Итак, у нас сегодня 25 занятие. Эпиграф, да? «Оставь надежду всяк сюда входящий». Это мы сегодня так подведем немножко итоги на тему точек опоры, чтобы вы понимали, как это, собственно говоря, работает, что с этим делать, и никогда не ввязывались. Вот только что в продолжении темы, да? Вот смотрите. Когда у нас есть состояние, когда что-то цепляет, что-то беспокоит, это говорит о том, что какая-то система или группа лиц, которые создали систему, они уже практически разрушаются. Вспомните, это их кружка чая. Они не хотят распадаться, они не хотят менять свой образ жизни, и им обязательно нужна извне такая ложечка меда, которая бы поддерживала бы этот чаек. И тогда начинается агрессивная форма захвата силы, денег, внимания, каких-то там еще вещей. Это делается только для одного, чтобы не испытывать патологическую боль и разочарование от того, что мои ожидания, мои переживания, вложенные усилия, вложенные время, деньги и все-все, что было в эту точку опоры, я не хочу с ней расставаться. Мама не может меня любить, начальник не может мне не заплатить, государство не может мне понять, больница не может меня не вылечить. Любая точка опоры, с которой человек очень сильно связан, на которую сильно надеется, не прилагает сам, не разбирается, не пытается что-то прояснить в своей жизни, а тупо приходит туда и перекладывает на эту точку опоры, собственное решение, какие-то ответственные решения, какие-то чаяния мне может дадут, социальную помощь или еще там. В общем, что-то там должны дать или пойти нужно оттуда что-то взять. Это зацепка. От этого происходят все кризисные ситуации и состояния у человека, все болячки, все негативное. Почему? Потому что чем крепче, емче, с узлами, с канатами привязан человек к той или иной устаканенной достаточно долго точке опоры, чем яростнее его пытаются оттуда вырвать, тем в большей степени он будет сопротивляться, болеть, бояться, страдать и переживать. Почему каждый раз встречаются кризисы, с которыми люди не могут справиться? Вообще, что такое кризис? Это когда человечество в общем своем, в бессознательном, в коллективном, в котором наметились определенные тенденции, определенные направления. Вот сейчас у нас говорят, сейчас у нас общество потребителей. Это тенденция. И это общество потребителей не рассматривает ни одного индивидуума как субстанцию или субъекта, или объекта, с которым можно было бы о чем-то поговорить. Он рассматривается с высоты вот этого потребительства, как потребитель, который должен лапками где-то там что-то сбивать, денежки получать, в коллекциях участвовать, все это покупать, меняться быстро весна-осень, там то да сё, быстро ездить отдыхать, быстро все покупать, быстро там вот все делать быстро, быстро, быстро. И хомяк, он завис в кольце, ну вот как-то там оп, и заклинила система. И он начинает разочаровываться, переживать и страдать, что он что-то не успевает. И второй сезон пошел, когда я не поехала на какой-нибудь модный показ. И у меня сердце разрывается на части. Или я не успел машину поменять, потому что это уже полтора года новая модель вышла, а я еще эту не продала, никто не купил. Начинается страдание. Так вот смотрите, что получается. Учимся спокойно и ровно, объективно смотреть всегда на любую ситуацию, и с позиции сверху. Достаточно критично, с пониманием того, какое ощущение, или что я испытываю, или какие внешние препятствия меня то ли пускают, то ли мне не пускают, то ли мне что-то кто-то отевает на голову. Но ощущения, они всегда первичны, и тело наше, вспоминаем, всегда реагирует, пойду, не пойду. Иду и начинаю спотыкаться. Иду, там что-то еще у меня не получается, еще не подначится. Что-то я делаю не так. В противном случае, да, мы будем наблюдать, сейчас, по крайней мере, видно очень хорошо, достойно, такую картину. У нас половина народа бегает за финансовой, за деньгами. Вторая половина бегает за социальным статусом. Третьи, они как-то сидят, и тихо имеют, и тихо имеют, если с умом. И никуда особо не лезут, четко имеют свое направление, и говорят, ребят, ну вы как вы там совсем убьетесь, или там что-то у вас случится, вы заходите, мы всегда разберемся, что у вас происходит. Есть понимание, о чем разговор веду? Откуда это все берется, давайте разбираться. Вспоминаем, у нас есть 50 хороших, достойных, своих, собственных, легко исполнимых качеств, которые заложены природой. И эти качества и свойства нами исполняются на раз-два. Мы даже не паримся, не заморачиваемся. Это вот у кого-то там решение, у кого-то там результат, у кого-то там информация, действия. Но вот мы две ровные противоположности, и этими своими свойствами пользуемся в идеале. Но тьмы у нас тоже 50%. И вот тут начинается самое интересное. В эти 50% того, чего бы нам нужно было научиться понять, осознать и как-то с этим справиться, заходят всеми любимые наши авторитеты, мамы, папы, соседи, братья, сестры, друзья, близкие, подруги, и все театрально-телевизионные деятели, из которых мы берем, что успели, что приглянулось, что там как-то помогло, или на всякий случай пусть будет. И вот эта вот вся такая очень интересная, знаете, такая выставленная, смешанная, скрученная какая-то ролевая система, оно как-то само по себе живет в человеке. Что и зарождает без конца кучу неприятностей, потому что эти роли, эти вот сгустки там, которые бегают, ну хочу я быть Кристиной Агилерой, мтит твоя мать, и волосы покрасила, и уже, ну все, и поправилась, и уже и платьюшка, и фонограмму, почему-то никто не верит. Что ж такое-то? Ну я же Агилера, твою мать, ну пою, ну почти как она. А мне говорят, ты что, дура что? И от этого мне плохо, но от Агилеры я не могу отказаться. Так вот самый парадокс в том, если вы будете внимательны, то вы заметите, что никто не хочет трудиться так, как этот человек, копию с которого они сняли. Все хотят иметь последствия. От того, как Агилера зарабатывает, и что у нее есть, и дом у нее там такое, это у нее то, и признание, и участие. И получается, скрутка у нас финансов и статуса любой ценой. Если этого не получается, кто-то сволочь рядом должен был обязательно за это ответить. Я даже знаю, кто. Только мне надо вот этого мальчика охмурить, с ним переспать, забеременеть, и я родившая для себя, тогда точно знаю, кто всю жизнь мне будет должен. Есть понимание, о чем разговаривают? Дальше идем. Благотворное влияние света — это та духовная составляющая, или те знания, или то чистое и светлое, которое не дает человеку достаточно долго по жизни упасть, и поднимает его. Вот знаете, в Савдепе красивый был такой мультик типа пропаганда на тему здоровья. Вот у меня с тех пор такая пошла ассоциация. И вот, значит, идет там мужчина какой-то, типа алкаш, и там у него такое маленькое здоровье, а потом он начал заниматься, это здоровье выросло, выросло. Так вот это духовная составляющая. Ее, конечно, перекроили там, как положено. Но вот если мы посмотреть, вот как в сказке, вот эта духовная составляющая куколка, она не дает человеку умереть. Мальчик, куколка, там еще что-то. Это то, что держит нас на, знаете как, на краю пропасти, и каждый раз душа там как-то пытается, ну подсознание душа одно и то же, да, пытается нам сказать, милая моя, ну глянь же тебе, ну пойдем вот туда сходим, ну ходим вот туда там, еще куда-то. А я говорю, нет, будет показательное выступление. Я говорю, нет, это я вот против мира опру, а мир говорит, ну ты уже давай. Обязательно какая-нибудь сволочь найдется, и говорит, ты уже или давай, или прыгай уже, или пошли, твоя мать. Почему двоякость системы, Бог типа поднимает, а дьявол подталкивает. А человек должен всегда находиться посередине. Нужно иногда быть и тем, и другим. Но при этом эмоционально не нужно никогда участвовать. Почему любой страх, любой человек, который цинично и недостаточно уважительно с вашей стороны пытается к вам относиться в какой-то точке опоры, он притягивает до такой степени. Почему? Потому что вот эта тьма, она начинает будоражить все вот эти вот набранные какие-то там уродцев, да, с перспективой какой-то, только там ведомой, самой у меня придуманной. В надежде, что я сейчас, да, он такой клёвый, он там как дьявол ходит в Прадо, да, там вот, и я тогда, я сейчас. И это называется компромиссная основа с самим собой. И всё это происходит обязательно в какой-то точке опоры. Почему любое изменение человеческое, любой пересмотр своей жизни, он всегда очень болезнен. Женщина всегда проходит через колоссальную душевную боль, ей нужно от всего отрываться, ей страшно, она начинает придуряться, потом она начинает бросаться, и вот туда-сюда мы бегаем по степени. Мужчина говорит, нет, ты, милочка моя, ты иди, у тебя всё хорошо получается, а я тут сейчас, вот я ж повар, я сейчас пловик приготовлю, борщичок сделаю, то-то, подмету, беру с дитями, погуляю, а ты иди. С этого момента начинается подмена ролей. И человек, как вот та неваляшка, он вот так вот всю жизнь по колёсику хомячок, так лапками ты-ты-ты-ты-ты, бах, устал, упал. Очнулся, проснулся, глазки открыл, опять лапками ты-ты-ты-ты, бегло, опять бах, устал, упал. И так вся жизнь. Дальше идём. Если мы рассмотрим, как образ самых-самих себя, это скрипка. Скрипка всегда звучит, как говорят, музыка души, да, там, или скрипка, там, небо, там, или высота, или ещё там, вселенная, музыка вселенная. Это то созвучие, которое, в принципе, у нас, как эталон, заложено у каждого. Но в силу главенствования вот такой управляющей системы, как потребительская зависимость, нас опустили ниже плинтуса, только для одного, что, ну вот, юбочка есть, да просто нахер свои знания, зачем тебе там куда-то ходить? Юбочку, туфельку купи, мы сейчас пойдём и всех покорим. И никто никогда не оточняет, ни одна подружка. Чем покорять-то вы? Что есть-то? А есть-то у нас только аж одно, да? И потом возмущённо будем ходить, как же так, я отдала всё, что мне было. А он сволочь. Он не сволочь, он просто взял, чтобы было предложено. А вот цену какую он за это отдал, ну, насколько согласились, всё и ваше. Всё, сделка закончена.